Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от жизни собачей собака бывает кусачей. Бездомные собаки и кошки всегда были привычной частью городской жизни. В основном это некогда любимые домашние питомцы. Снизить численность ушастых бродяг два года назад взяли на себя неравнодушные люди. Анастасия Гулюмова и Александр Сорокин. Они создали в Урае Центр временного содержания безнадзорных животных «101 дворянин». К ним присоединилась и Марина Соколова. В её семье девять собак, и все они подобраны с улицы. Я в Центре с первого дня образования. Пришла помогать. Наш центр был создан в первую очередь для того, чтобы на улице было как можно меньше бездомных животных, чтобы каждое животное жило в тёплом, уютном доме, чтобы был хозяин любящий обязательно. Если поначалу в Центре насчитывалось чуть больше десятка животных, то сегодня порядка 140 дворняк уже стали постоянными его обитателями. И цифра продолжает расти. В день сюда поступают до 20 телефонных звонков с просьбой забрать взрослых собак или щенков. Об этом говорили на зоофоруме, впервые организованном в Урае. Здесь собрались представители администрации, ветеринары, студенты, школьники, чтобы обсудить наболевший вопрос. У нас очень острый вопрос с прикормом животных, животные эти без владельца, а их прикармливают в общественных местах, тем самым создавая социальную напряжённость. И многие люди не отдают себе отчёт, что вот этот прикорм, он, это не благо, как они считают, это не добро, которое они несут, а это порождает потом очень негативные последствия. Отловить таких собак очень сложно, говорят специалисты. А согласно законодательству, их нужно вакцинировать, стерилизовать, провести чипирование и выпустить обратно в естественную среду. Для города это неприемлемо. Принятая в Югре концепция обращения с животными говорит, что у каждого четвероногого должен быть свой хозяин. Люди должны понимать, что наш центр – это не приют. Мы в центре долгое время содержать собак не можем. Мы обязаны через какой-то период времени передать животное хозяину, будь это частное лицо, будь это юридическое лицо. Ну и содержать вообще животное у нас как бы нет средств. В основном центр живёт на грантовые средства и благодаря поддержке неравнодушных жителей. Например, в прошлом году, победив в конкурсе инициативного бюджетирования, удалось построить порядка 30 вольеров. Они молодцы, они делают большое дело. Мы им будем помогать, мы им будем помогать как депутаты, мы им будем помогать как жители, мы им будем помогать как любители животных. Очень много отзывчивых людей, которые не против им помогать. Я думаю, у них всё получится, но только сообща. Помощники в благом деле, конечно, зооволонтёры. И днём и ночью спешат, чтобы покормить животных, помочь с уборкой территории. От центра всем неравнодушным людям были вручены благодарности, и небольшие подарки за сотрудничество и поддержку. Хотелось бы поблагодарить людей, которые приходят безвозмездно, помогают нашему центру. Без этих людей невозможно было бы само существование этого центра. То есть это волонтёры, это наши зооволонтёры, которые ежедневно приходят, кормят собак, чистят за ними вольеры. То есть помогают нам во всём. В планах зоозащитников продолжить работу по воспитанию гуманного отношения людей к животным, проводить больше мероприятий с участием своих питомцев. А такие встречи, как зоофорум, сделать традиционными и более масштабными. Ольга Ускова, Александр Усков. Наши города.